Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. И сегодня я хочу рассказать, с каких же сортовых, высокорослых, крупноплодных, урожайных и очень вкусных томатов я планирую собирать семена летом 2020 года. Дело в том, что занимаюсь садоводством я больше 30 лет, но семена никогда с сортовых томатов не выпускала. Конечно, основная часть у меня выращивается гибридов, это примерно 80%, и процентов 20 я выращиваю сортовых томатов. Каждый год тестирую где-то 2-3 новых сорта, и если мне сорта понравились, то я их оставляю и в дальнейшем также выращиваю. Если мне не понравились эти сорта, то я больше их не выращиваю. Но хочу сказать, пока я не планирую, нет у меня таких планов, что я буду собирать семена и торговать ими. Летом 2019 года я впервые выпустила томаты, не знаю, насколько это у меня удачно получилось, так как я никогда не занималась сбором семян. Пришлось мне посмотреть нескольких блогеров, как же правильно нужно выпустить эти семена. Выпустила по их, в общем-то, рекомендациям. Томаты, семена этих томатов я все отправила Ирине Котковой, она рассылала посылки. Себе я ничего не оставила, за исключением одного сорта, и поэтому не знаю, насколько они хорошо взойдут, насколько я вообще удачно собрала эти семена. Думаю, что, наверное, осенью 2020 года Ирине поступят какие-то отзывы по этим семенам. И мне бы хотелось, конечно, узнать, удачно ли они взошли, плодоносили ли они. Но сегодня я хочу показать, какие я планирую собрать семена с каких томатов летом 2020 года. И, конечно, наверное, я думаю, в следующем году мы с Ириной продолжим также рассылку этих томатов, этих семян, вернее, не томатов, а семян, ну, тем людям, которые нуждаются в этих сортах. Я хочу сказать, что мое мнение таково. Я работаю продавцом на протяжении всей своей жизни и работаю в торговле, так скажем, не продавцом, а в торговле. И я работаю всегда по такому принципу. Продавец не должен никогда обмануть своего покупателя. Но увидев, посмотрев несколько роликов блогеров, которые торгуют семенами, которые собирают семена со своих томатов и затем торгуют, распространяют их, я была очень неприятно удивлена, что садоводы даже не скрывают, что на их растениях присутствует кладоспориоз, что растения поражены кладоспориозом и при этом они распространяют эти семена. Вот если когда-то я решу, что мне пора торговать, захочется, вернее, мне торговать семенами, собранными со своих плодов, то я, конечно, считаю, что нужно в течение лета, вот, допустим, сибирский медведь сорт, да, мы должны, если я планирую с него продавать семена, то я считаю, что я должна в течение лета и в июне, и в июле, и в августе я показывать должна всю листву для того, чтобы мои потенциальные покупатели видели, что я не продам им зараженные семена. И даже те садоводы, которые получат в подарок вот эти семена, они также, я считаю, должны быть уверены в том, что они получили этот подарок и не занесут себе кладоспориоз в теплицу. Как мне писали в комментариях, что кладоспориоз не заносится с семенами, друзья мои, конечно, он заносится с семенами. Если вы приобрели семена с зараженных томатов, вы 100% занесете этот кладоспориоз в теплицу. Я понимаю, что, ну не скажет вам блогер, который распространяет семена, что вы занесете с этими зараженными семенами кладоспориоз в теплицу, потому что это бизнес его, но нужно быть честными и нужно сказать, что обязательно вы занесете, если на томатах, на растениях присутствует кладоспориоз. Кладоспориоз мы заносим либо с семенами, либо с зараженным грунтом. Как мне писали в комментариях, что кладоспориоз заносится ветром, но, друзья мои, каким ветром? Я больше 30 лет занимаюсь садоводством, у меня у сестры очень много лет сад, у друзей, ни у кого из нас нет никакого кладоспориоза. Я вообще, честно говоря, когда начала вести свой канал, когда начала просматривать ролики на YouTube, я была просто поражена, как распространен вот этот кладоспориоз среди огородников, садоводов и огородников. И я хочу сказать, что кладоспориоз вы заноситесь зараженными семенами. Так вот, если я когда-то буду торговать семенами, да и даже отправляя в дар вот эти семена, я всегда вам покажу свои растения, и летом 2019 года я снимала на протяжении всего лета свои теплицы, где показывала свои, вернее, томаты, показывала, что они у меня все чистенькие. До самого поздней осени у нас нет даже фитофторы. Вот с таких томатов, вот собранные семена, вы никогда не занесете кладоспориоз к себе в теплицу. Так, ну а теперь расскажем о сортах. Какие же сорта пойдут в дар осенью 2020 года, ну, нуждающимся, скажем, садоводам, да, кто, может быть, живет где-то в отдаленных каких-то регионах. Есть такие адреса, вот я даже отсылаю посылку, есть такие адреса, где в деревне даже нет улицы, то есть номер дома. Я понимаю, что это, наверное, очень небольшой населенный пункт, и вряд ли там есть какие-то специализированные садовые магазины. Я с удовольствием поделюсь вот этими семенами. Сибирский медведь, я уже неоднократно о нем говорила, очень вкусный, очень урожайный, крупноплодный, семян в нем достаточно много. Вот с него я буду собирать семена, и в дальнейшем будем отправлять эти семена уже тем, кто ждет таких семян. Кровавая мэри, ну и также, если вы планируете, если у вас есть потребность в том, что можно собрать эти семена и торговать, и есть кому продать, сейчас через интернет это можно сделать очень легко. Это вот как раз вот эти вот сорта, которые я сегодня покажу, они понравятся любому садоводу. Кровавая мэри очень урожайный, крупноплодный, отличный вообще сорт, и семена у него очень мелкие, но собрать вы с этого сорта сможете много достаточно семян, большое количество. Я уже тоже его много лет выращиваю, мне он очень-очень нравится. Ну и также еще хотела сказать, что если у вас уже есть кладоспариоз в теплице, то вам нужно либо поменять теплицу, что-то, ну допустим, высадить перцы в эту теплицу, потому что перцы кладоспариозом не страдают от кладоспариоза, а томаты может быть пересадить в ту теплицу, в которой росли перцы. То есть вам нужно избавиться сначала от этого кладоспариоза, а потом уже высаживать новые какие-то семена, которые вы либо купили, либо получили от кого-то в дар. Вот кровавая мэри тоже очень-очень хороший сорт. Конечно, манго-джанго, и манго-джанго в этом году, как я уже неоднократно говорила, я буду выращивать и из своих собранных семян, и из пакета. В пакете у меня еще есть семена. Ну и, наверное, в сезоне 2020 мне придется посадить, высадить не 3-4 растения, а, наверное, растения около десятка я высажу манго-джанго, так как очень многие хотят получить семена именно этого сорта, и мне нисколько их не жалко, конечно, будем выращивать. Но, как я уже неоднократно говорила, семян в этом томате очень мало, прям совсем мало. Поэтому, ну, до десятка я растений, наверное, посажу. Мне хочется, чтобы наши садоводы выращивали этот очень вкусный урожайный сорт. Конечно, это будет золотой бык, очень урожайный и вкусный. С него обязательно буду собирать, с него можно достаточное количество семян собрать. Плоды крупные, очень-очень крупные, и семян в них достаточно много. Так, ну и теперь, друзья мои, новинки. Какие же новинки я буду выращивать в сезоне 2020? И также соберу с них семена. Даже если мне эти сорта не понравятся, то, возможно, где-то в другом регионе они проявят себя лучше. Мы же живем все в разных регионах, и поэтому вкусовые качества и урожайность у нас получается немного разное. Я живу в Сыжиловской области, у нас достаточно холодно, мало солнца, и поэтому у нас не все томаты удаются. Сорт шайба мне понравился по описанию, 200-300 грамм. В описании очень хороший он и сладкий, и вкусный. Сейчас я вам покажу вот это описание, вы можете посмотреть. И здесь 0,1 грамма семян, то есть это где-то 40-50 семян есть здесь, в этом пакете. Вот попробуем этот сорт. Затем бизон оранжевый обязательно. Да, и сорт шайба, он относится к темноплодным томатам. Он не совсем красного цвета, он такой с шоколадным оттенком. Вот такой вот сорт шайба. Бизон оранжевый обязательно буду выращивать. Я люблю оранжевые томаты, очень люблю, на мой взгляд, они самые вкусные. Крупноплодные до 900 грамм плоды. Ну понятно, что с одного плода можно собрать очень много семян. Обязательно буду выращивать этот сорт. Дальше, да, и покажу вам также описание, потому что вдруг кто-то захочет затем получить в дар эти семена, так вот я вам покажу описание этого сорта. Затем я буду тестировать вот такой вот полосатый шоколад. Это от партнер. Да, фирма партнер, у них семена очень недешевые. И я уже тестировала летом 19-го года томаты от этой фирмы. Ну, также сортовые. Ну, я хочу сказать, что сорт, который я выращивала летом 19-го года, я не планирую больше выращивать. И семена я уже все отдала. Я с него тоже собирала семена, все уже отдала, у меня их нет. Будем пробовать полосатый шоколад. Это такие вот интересные, на мой взгляд, томаты. Ну, хотелось бы, чтобы они еще были и вкусные. Масса плода здесь у нас 250-350 грамм. Вот так вот описание его. Будем пробовать. Если кто-то уже выращивал, я бы с удовольствием почитала отзывы об этих томатах. И еще один сорт, который также будет тестироваться летом 20-го года, это черная лакомка от поиск серия вкуснотека. Вообще, вот эта серия вкуснотека, она мне очень нравится. Вот бизон оранжевый, это тоже серия вкуснотека. Давайте их рядышком так поставим. Действительно, в этой серии томаты очень вкусные. А черные лакомки у нас очень хорошие отзывы от покупателей. Поэтому я решила тоже вырастить. Он тоже относится к темно-плодным томатам. Единственное, что меня здесь не устраивает, здесь масса 80-110 грамм. Это как раз та масса плода, которую я стараюсь не выращивать. Но попробуем. Если это сорт вкусный, если он действительно очень сладкий, то, возможно, я и оставлю их для выращивания в теплицах у себя. Но многие любят как раз такую массу плода. Вот, в общем-то, вот такие томаты, с таких вот сортовых томатов, я планирую собирать семена летом 2020 года. На этом я ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока!